Зареченский десятиклассник Александр Капитуров победитель и призер городских олимпиад по физике и математике. Неоднократное участие в интеллектуальных состязаниях для него не в новинку, но к отраслевой олимпиаде по точным наукам, проводимой Московским инженерно-физическим институтом, готовился особенно тщательно. С самого начала года я готовился к этим олимпиадам, которые будут проходить. Я всегда сижу до конца, стараюсь решить все, что смогу. Александр собирается свою будущую профессию связать с точными науками. Участвует в олимпиадах и конкурсах, тренируется перед вступительными экзаменами, зарабатывает очки для поступления в ВУЗ. Оценка кураторов из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ особенно важна. Участие в отраслевой олимпиаде Росатом дает бонусы при поступлении в высшие учебные заведения. Большая часть ВУЗов призерам дает 100 баллов по игре. А победители имеют право поступать на выбранную специальность без экзаменов вообще. Правда, есть одно «но». Ученик, ставший победителем или призером, должен обязательно сдать ЕГЭ не меньше, чем на 65 баллов. В олимпиаде участвовали не только учащиеся всех зареченских школ, но и ребята из Пензы. 44-й гимназии, губернского лицея, гимназии номер 4 ступени. Очень интересная наука, там много нового можно узнавать. Мне нравится решать задачки, примеры разные. Я точно еще не определилась, куда буду поступать, но скорее всего, что-то связанное с математикой именно. Участникам первого тура олимпиады нужно было решить пять заданий. Полностью правильно решенная задача оценивалась в 2 балла. Последнее, пятое задание рассчитано на самых продвинутых школьников. Но трудности и сложности никого из ребят не испугали. Буду делать, что знаю. Не знаю, что делать, делай, что знаешь. Нам так всегда наша учительница говорит. Главное найти какой-то подход, а дальше уже все само решится. Задача, она как колбок, ее распутывать надо. Победители и призеры отборочного тура получат право участвовать в заключительном этапе Олимпиады Росатом, который пройдет в марте 2015 года. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». «Заречный». Продолжение следует...